Так, что касается правдивой истории Красной Шапки. Я её смотрел на диске где-то довольно скоро после её выхода, когда она там вышла в 2005-м. И потом, ну как-то забыл о ней. То есть я понимал, что есть такой мультфильм, и я считал его классным. Но особо не пересматривал. И потом, в какой-то момент, было это, ну не знаю, года 4 назад, кто-то где-то сказал в своём видеообзоре какого-то другого фильма, я не помню, кто это был, правда. Мол, правдивая история Красной Шапки это что-то плохое. Ну, какой-то там негативный контекст был вложен. И я подумал, так, стоп, извините меня, правдивая история Красной Шапки крутая. Потом, однажды, ностальгирующий критик вставил правдивую историю Красной Шапки в свой какой-то список, мол, фильмов, которые недооценили. Это был просто список, проходящий в каком-то обзоре, и на нём он никак не останавливался. Но я подумал, да, да, Красную Шапку недооценили. Она заслуживает большего внимания, чем получила. Сейчас я её посмотрел снова, впервые за... не то чтобы прям 15 лет, но лет за 10, пожалуй. И первым делом отмечу, что песню кролика я помнил наизусть. И когда она зазвучала, я понял, что я все эти слова знал, я их помнил, за исключением, может быть, пары предлогов и союзов. Пусть планета дрожит, пусть от меня вас тошнит, я вас заставлю себя полюбить. Это очень круто. Но давайте перейдём к сути, а к песням чуть позже. Смысл вот в чём. Происходит привычная история. Приходит Красная Шапочка к своей бабушке, застаёт там волка вместо бабушки, и затем врывается дровосек. Ну, только здесь мы не видим поедание. Здесь мы видим, что бабушка связана в шкафу. Волк, переодетый в бабушку, как-то нападает на Шапочку, врывается дровосек, выбегает бабушка, все кричат, не понимают, что происходит. Приезжает полиция, всех их сажают и говорят, ну хорошо, вы четверо, рассказывайте, что было. И каждый из четверых, это Шапочка, Волк, дровосек и бабушка, рассказывают свою версию событий, как они провели этот день. И вот тут начинается интересное, потому что в этом мультфильме сплелись четыре истории, в каждой из них раскрывается что-то новое, неизвестное ранее, раскрываются какие-то интересные подробности, какие-то из них смешные, какие-то из них просто неожиданные. Истории переплетаются между собой, мы в каждой истории видим какие-то отсылочки к тем историям, которые уже были рассказаны, и к тем историям, которые будут рассказаны дальше. После того, как четыре истории выслушаны, делаются выводы. Там еще замешана такая тема, что в лесу есть некто пирожковый вор, который ворует рецепты у всех кондитерских заведений. Они из-за этого закрываются, их бизнесы прогорают. Полиция не может его никак найти, и вот здесь, в этой истории с красной шапочкой, ее бабушкой волком и дровосеком, обрывается след. И вот это все в итоге выливается в развязку. Мы находим злодея. Сейчас будут спойлеры, и вообще дальше будут спойлеры, ребята. Поэтому предупреждение. Будут спойлеры на протяжении всего следующего обзора, всего дальнейшего. Так что, если вы хотите посмотреть красную шапку... Блин, наверное, если я хочу заинтересовать вас, хочу дать вам понять, что стоит это посмотреть, то стоит сначала рассказать побольше интересного, а потом сказать, а дальше спойлеры. Но я этого делать, конечно, не буду. Дальше будут спойлеры вот уже сейчас. Злодеем оказывается кролик, который на протяжении всех историй там и тут появлялся. Пусть планета дрожит, пусть от меня вас тошнит, я вас заставлю себя полюбить. И который... Ну, новый персонаж для этого мультфильма. В целом-то в этом мультфильме куча новых персонажей, если мы смотрим на оригинальную сказку о красной шапочке и сравниваем с ней. Кто-то здесь исчезает. Например, мамы красной шапочки здесь нет. Хотя во многих версиях этой сказки я встречал персонажа маму. Ну да ладно. В общем... Анимация. С анимацией что? Анимация... Это единственная плохая сторона этого фильма. Анимация здесь такая себе. Я уж не могу судить. Хороша она для 2000... Кажется пятого. Я вот не помню или какого. Или не хороша. Но... Цыпленок Цыпа выходил в 2005. И насколько я его так бегло помню, бегло себе представляю. Он был куда лучше. Ну, хотя это Дисней. Понятно, что Дисней, наверное, может делать лучше. Анимация в красной шапке, она, конечно, не уровня первой истории игрушек. Но она типа уровня, наверное, второй истории игрушек. Впрочем, и в анимации есть что-то хорошее. Даже в вакууме. Например, момент с травой. Или момент с вот этим снегом. Мне очень нравится. Мне не нравится в плане анимации. Здесь хорошо. А в анимации мы можем забыть. Потому что это вообще не главное. Здесь увлекает история. Увлекает юмор. Увлекает, в конце концов, музыка. Я там говорил, поговорим о песнях. Поговорим же о песнях. Периодически звучат разные песни. Не то, чтобы это был прямо мюзикл, но песен там штук пять наберется. Вначале шапка поет песню о том, что просыпается лес с утра. Значит, шапочке красной на работу пора. Она меня никак не зацепила. Другие же песни интереснее. Песня «Козла» это просто бриллиант. На каждую прическу у меня набор рогов. Еще стопор в запасе, я ко всему готов. Вы не поможете? Будь готов, будь готов. Мой урок для всех таков. Вся сцена с «Козлом» это просто бриллиант. Ближается лавина, а я что-то не готов. Во-первых, это был первый бриллиант песенный. Второй же песенный бриллиант это песня о шницелях на палочке. Шницель! Мама, мама, я хочу шницель на палочке! О, шницель приехал! Шницель, любимый вкус, скажет каждый карапуз. Я обожаю! Ее, естественно, я тоже помнил наизусть все это время. Десять лет она у меня из головы не выходила, потому что шницель, любимый вкус, скажет каждый карапуз. Шницель, ты в мечту поверь, он на палочке теперь. Я понимаю, что вставки в этом обзоре достаточно малы, для того, чтобы показать весь спектр крутости этих песен, как и вообще некоторых моментов. Но вы можете посмотреть сами, это классно. А если вы уже смотрели, то вы знаете, о чем я говорю. Кроме того, здесь есть экстремальная тема и грустная тема. И тут есть такая фишка. Я этого, по-моему, больше нигде не встречал. Экстремальная тема и грустная тема, они совершенно разные, кроме одного. Текста. У них одинаковый текст. Что вдруг изменилось, не найти ответ, и несчастнее тебя в этом мире нет. Жизнь полна печали, но прочь не убежишь. Все теперь вверх, но он, и ты грустишь. Что вдруг изменилось, не найти ответ, и несчастнее тебя в этом мире нет. Как вам такая находка? По-моему, это здорово, это интересно. Повторюсь, я такого не встречал нигде. Ну и наконец, ну, наконец, это если я ничего не забыл, там есть песня, которую исполняет группа на сцене. Вы можете отнять у нас жизнь и шкуру, но не отнять единую натуру. А да, еще песня кролика, которую я упомянул в самом начале. Песня, которую исполняет группа на сцене, подводит нас к следующей теме. Я хотел сказать вначале, ну, здесь так себе анимация, и не всегда идеальный дубляж, но дубляж мы опустим, этот дубляж можно в оригинале посмотреть и так далее. Но, все-таки, некоторые моменты дубляжа я хочу отметить. И к одному из них нас и подводит песня на сцене. Когда я смотрел сейчас «Красную шапку», я очень многие моменты расслышал из тех, которых не расслышивал в детстве. Почему не расслышивал, не знаю, плохие динамики были или плохая запись на самом диске. Но, одну вещь, я сейчас не расслышал, не разобрал. Что он поет вот здесь? Вы понимаете, что он поет вот здесь? Если вы знаете, что он поет, то напишите, пожалуйста, мне очень интересно. Что еще не так? Об актерской игре я не буду говорить, я не буду говорить там о чем-то еще. Ну, оно разное. Есть где-то получше актерская игра, есть похуже. Но есть технические огрехи. Вот это обидно. Кое-где дорожки стоят не там, где они должны стоять. Это мелочи, это буквально какие-то пара моментов, но все же заметно. Дальше, по поводу дубляжа. Там есть момент, где козел поет йодль. Запороли йодль. Все песни перепевались. И, как я понимаю, абсолютно все партии дублировались. Там ничего не оставлено из оригинала. В оригинале козел поет потрясающий йодль. В нашей версии он, ну, что-то вот такое делает. Потом. Что я не замечал, когда смотрел это 10 лет назад, что заметил сейчас. Гарик Сукачев, который здесь, кстати, дублирует «Волка». Об этом я кое-что скажу чуть позже. Фигу с маслом. Безработица и тоска. Вот наш обед. Он, оказывается, все это время пел грустную песню. А я не замечал. Я раньше не понимал, что это он. А ведь это он же, голос «Волка». Ты грустишь, грустишь, грустишь. Ты грустишь, грустишь. Что до голоса «Волка», ребята, я вам так скажу. Можно сколько угодно ругать дубляж «Правдивая история красной шапки». Но момент «Добрый день» — это 10 из 10. Добрый день. Вот это «Добрый день» я с тех пор запомнил и постоянно использую в своей жизни в последнее время. Люди еще удивляются, что это у тебя за прикол такой говорить «Добрый день». Не всегда в попад. А это вот откуда. Потому что это так классно. Добрый день. Ну и наконец. Ну, наконец, в разделе об озвучке. Я вдруг понял, что, во-первых, бицепса зовут Винсент, а не бицепс. Дольф, бежи девчонку. Лиза, бери книгу. Винсент, заводи фургон. Тит, смени имя. Там было не бицепс «заводи фургон», как я думал, а Винсент «заводи фургон». А во-вторых, того, кого я думал зовут Тит, зовут Кит. И в оригинале это имя Кит. Оно такое и есть. Я посмотрел по субтитрам. И вот тут, блин, было бы интереснее, если бы его звали Тит. С именем Тит все это работает куда лучше. А Кит, ну, как-то нет. Не настолько хорошо. Блин, вот бы его звали Тит, и правда. Я думал, что его зовут Тит все это время. Ладно, теперь мы знаем, что его звали не Тит. Но все равно, это в целом хорошая шутка. Кит, смени имя. Я, когда планировал делать эту видеозапись, не прописывал себе таких плавных переходов между разделами, но они автоматически получаются. Ну, особенно учитывая, что я это наговариваю почти импровизационно, и разделы у меня идут в случайном порядке. Так вот, классная шутка Кит, смени имя, Борис куда лучше и так далее. Какие же тут есть классные шутки. Здесь намного больше шуток, чем я назову. Многие из них детские просто, какие-то дебильные, там, кто-то смешно хрюкнул. У нас четверо подозреваемых, значит, четыре истории, а если развязать каждому язык, то проговорится и крепкий орешек. Орешек. Но есть и классные, есть потрясающие вещи. Мне очень нравятся. Например. Как зовут? Шапка. Почему Шапка? А почему вас зовут Кувыркун? Волк нападает на детей в лесной чаще. Не жутковато? Пожалуй, да-то. Но нельзя арестовывать за то, что он жутковат. Наф-наф, кого мы вчера посадили? Жутковатого типа? Да, отпусти его. Ты знаешь всех на горе, на кого она работает. Откуда мне знать, я не любопытен. Семейный бизнес, никогда не слышала бабули Пакет. Проясним ситуацию. Вы злой гений, верно? Ну, не знаю, уместно ли здесь слово гений, но стараюсь померить сил. Также, помимо этого, уже упомянуты целая сцена с козлом и песни о шницелях. Это восхитительнейшее. Кроме того, вся начальная сцена крутая. Какие у тебя большие руки? Ну, это чтобы удобнее было чесать себе спину. А почему уши большие? А это чтобы лучше слышать твои насмешки надо мной. У всех стариков большие уши. Бабуля, а почему большие глаза? Ну что, вот так вот будем зидеть и обсуждать, как я потолстела. Где шапочка видит бабушку в костюме. Вернее, волка в костюме бабушки. И еще мне очень нравится такой момент. Я не знаю, это так задумывалось или случайно вышло. Когда Дергунчик и Волк едут в вагонетке, Волк такой блаженный какой-то. О, все хорошо, Дергунчик. Это так странно, но смешно. Похоже, идет половина. Ничего удивительного. Старая мудрая гора показывает, кто здесь хозяин. Смотри, смотри, я нашел большую коробку со свечками. Свечки? Так зажигай. Как ярко горел. Кстати, о Дергунчике и, кстати, о переодевании волка в бабушку. Ну, во-первых, то, каким образом волк сошел за бабушку, ну хотя бы постольку поскольку, они, создатели этого мультфильма, обыграли. И это классно. В оригинальной сказке, ну, по-моему, волк просто повязывает чепчик на голову и что-то такое. Может быть, ночнушку бабушки надевает. Но, блин, у него лицо волчье. Здесь же? Обыграна. Бабушка – известная кулинарка. И в ее мерче есть маска ее, какой-то фартучек, что-то еще. Волк увидел это у нее дома. Ну, она хранила какую-то продукцию у себя дома. И оделся в это. Потрясающе. Что до Дергунчика. Дергунчик – это очередной персонаж, которого нет в оригинальной сказке. Это белка-помощник волка. Волк у нас репортер. Ой, я же даже не останавливался на том, что человек с дровосеком, которого зовут Курт, это на самом деле актер телерекламы, который рекламирует Мась. Волк – это репортер. Бабушка – любитель экстремального спорта. Ну, ладно. Ой, боже мой. Там столько... Это же такой пласт. Там столько всего... Это потрясающий мультфильм. Я повторюсь просто еще раз. И мы пойдем дальше по Дергунчику. По Дергунчику. Да, это просто забавный комик-релиф. Мелкая зверушка, которая смешит и умиляет. Но создатели его использовали не только для этого. Они его ввели в повествование, дали ему роль в истории. Что круто. Например, именно Дергунчик у нас летит вниз с горы, чтобы предупредить полицию в конце. А еще, когда доходит дело до истории Волка. Волк озвучивает свою историю, но ему не верят, потому что это, блин, Волк. Он хочет нас всех слопать. Все понятно. Но у Дергунчика есть фотографии, потому что он с фотоаппаратом все снимал. Он показывает фотографии, Волку верят. Прекрасно. Роль Дергунчика, ну, как для такого персонажа, проработана отлично. По-моему, она куда лучше проработана, чем роль, ну, типа, того петуха из Моаны. Ну, ладно, не будем о Моане. Так, есть еще один комик-релиф здесь. На самом деле не один, там их куча. Есть вот этот недопингвин или кто это. Есть вот этот дятел, который лишь дятел. А я лишь дятел. Но есть рыбак. Он более-менее постоянный герой. Он появляется трижды. Но, блин, непонятно зачем. Он там просто есть. Один раз он говорит фразу. Без которой можно обойтись. Другие два раза он ничего не говорит. Но, ввиду того, что его там мало, он там повторяется не один раз при этом. Здесь, здесь и здесь он есть. Это даже мило. Это славно. Есть вот в этом мире такой вот рыбак. Мы с ним уже породнились на третий раз. Нормально. Есть еще моменты, которые мне показались крутыми. Например, очень крутой момент, который действительно держал меня в напряжении, несмотря на то, что я вообще не в первый раз это смотрел, знал, кто злодей. Но я правда увлекся, когда Кувыркун, услышав все четыре истории, начал рассуждать на эту тему. Значит, каждый из вас оказался здесь исключительно по ошибке. Такой большой. Ты ведь можешь отнять что угодно у маленьких беззащитных созданий. Быть может, это был конкурент. Не правда ли? Можно доверять тому, кто всегда привык прятаться. Но вот мы и дошли до девочки в красной шапочке. До девочки с пирожками в корзинке. Ваша внучка может быть виновата лишь в том, что управляла стаей птиц без лицензии. Похоже, мы не учли еще одного игрока. Того, чьи загадочные уши торчат из каждой рассказанной вами истории. И еще мне понравилась находка, что кролик пользуется ушами, как полноценными конечностями. Понятно, что это не физиологично ни разу. И даже... Ну что значит даже? И сплинтер в черепашках ниндзя, когда что-то делает с помощью своего хвоста, это имеет больше оправданий, потому что в хвосте есть позвонки, мышцы. А в ушах... В ушах есть только мышцы, которые их могут вот так двигать. Но здесь кролик и сражается ушами, и спички поджигает. Но находка интересная, учитывая, что это все равно все такая сказка. Что я не понял, кроме неважной анимации, не всегда хорошего дубляжа. Просто по сюжету мне было неясно, а каким это образом Кувыркун понял, что кролик дружил с лыжной бандой. Кто дружил с лыжной бандой? Как тебя зовут? В оригинальной истории бабушки кролик просто стоит там рядом. О, как тебя зовут? Там ничего не указывает на то, что он дружил с лыжной бандой. Ну ладно, это небольшая мелочь. Еще есть такое. Это уже более серьезная штука. Дело в том, что есть же вторая часть. Красная шапка против сил зла. И я ее тоже смотрел. Это было один раз и уже когда-то в сознательном возрасте. Лет, может быть, пять назад, точно не помню. Я помню, что она мне не понравилась совершенно. Потому что ее сделали более детской, чем первая часть. Там уже не было никаких интересных концепций. Там просто вот были злодеи. И надо было их остановить. И еще там не было курта. Еще там изменили рисовку, как минимум, в шапке. Сделали ее такой тоже более детской в целом, что ли. Ну и там не было дубляжа Гаррика Сукачева. Добрый день. А значит, можно не смотреть. Если мы вторую часть не берем, то первая часть восхитительна. Я заклинаю вас. Смотрите правдивую историю Красной Шапки. Если хотите в оригинале. И наслаждайтесь тем, насколько это, как ностальирующий критик и сказал, недооцененный мультфильм. Он настолько крутой. Я не говорю, важно понять. Я не говорю, что он круче до той же истории игрушек, которую я уже упоминал. Или даже Моаны. Хотя он, наверное, круче Моаны. Ну, ладно. Просто история игрушек общепризнанно крутая. А о правдивой истории Красной Шапки никто никогда не говорит. Говорите о правдивой истории Красной Шапки. Она того стоит. Она классная. Я с этим восхищением, с этой радостью прощаюсь с вами на сегодня. Увидимся в обзорах черепашек, Пашек, где сплинтер, возможно, снова будет использовать свой хвост как полноценную конечность. Так как слово «конечность» не самое лучшее слово для конца ролика, я скажу, желаю вам всем добра. Добра. Нет. Это чушь. Конечность. Наложил заклятие 37 лет назад, и теперь все, что говорю, я пою. Всегда поете? Правда. Вы говорили. Только что. Правда. 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 Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова